Шашлык и искусственные цветы втри дорого предлагали купить предпринимателей казахстанцам, пришедшим сегодня на кладбище страны. Этот вторник православные провели в скорби по усопшим близким. Что мешает отдать дань традиции, чего нельзя было делать на родительский день и о чем должны помнить все живые, расскажет Илья Рыбин. Галина Ивановна считает себя глубоко верующим человеком и знатоком православных традиций. Прежде чем пойти на кладбище, она заказывает в церкви молитву усопшим, ставит свечи за упокой. Женщина верит, что таким образом умершие родственники почувствуют ее любовь и вечную память. Когда еще маленьким ребенком была, мама говорила всегда так, что надо поминать умерших, нельзя забывать о них. Они за нас потом помолятся, когда трудно будет. Родительский день, или как его еще называют христиане, Радоница стали отмечать в IV веке во вторник, на вторую неделю от Пасхи. В этот день люди поминают своих усопших родственников. Однако священнослужители с Горычу отмечают, для некоторых это лишний повод выпить. Кладбище – это место святое, и на нем подобает себя вести благообразно. То есть не позволять себе спиртных напитков, сквернословий и прочего такого, что в святых местах делать не положено. В Уральске прямо перед кладбищем в этот день развернулась бойкая торговля. Предприниматели даже решили поторговать шашлыком. Однако признались, что большим спросом он не пользуется. По большей части люди приносят еду с собой. А вот живые и искусственные цветы продаются очень хорошо. Цены дешевые от 25 тенге и до 2000. Людей очень много в этом году. С погодой только немного плохо. Так все хорошо, мне понравилось. В следующем году здесь еще раз буду. Ну сколько хорошо берут? Ну, например, за сегодня я уже 25 тысяч сделала. В Павлодаре люди, пришедшие навестить могилы родственников, высказали недовольство администрации кладбища и местным властям. Хотелось бы, чтобы и автобусы шли как бы с радостью сюда. И, в общем-то, мусор убирали вовремя. У меня, например, сняли цигунную оградку у родителей. Восстановить их сейчас не знаешь как, что и где. Цигун не выпускают. Кемату просто организовать машины и порядок навести – это в пределах. Несмотря на то, что этот день посвящен усопшим, стоит помнить, говорят священнослужители, глубокий смысл радовницы или родительского дня прежде всего в благодарности за дар под названием жизнь. Я Рыбин, Марат Тимуров, Информбюро, Павлодарская область.